Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире 12-го канала «Буква закона» и ее ведущий Владимир Мутовкин. Мы помогаем вам ориентироваться в непростом мере юриспруденции. Сегодня у меня в гостях Анна Геннадьевна Черненко, анатолий из города Омска, член управления Нотариальной палаты Омской области. Добрый вечер, здравствуйте! Мы сегодня поговорим о вопросах наследования, как все это правильно оформить. Если у вас есть какие-то вопросы, в любой момент можете звонить нам в прямой эфир, задавать свои вопросы или писать мне в WhatsApp. Я буду ваши вопросы озвучивать, и мы будем все это обсуждать. Также напоминаю, что работает телеграм-канал «Буква закона», можете писать свои вопросы туда. Давайте, Анна Геннадьевна, начнем с такого. Год в этом сейчас у нас непростой, коронавирус. Как-то изменились процессы, связанные с оформлением наследства? Что-то поменялось или все осталось в прежнем режиме, так же работаем, как работали? Конечно, в этом году были определенные сложности. И в самые сложные месяцы режима самоизоляции деятельность нотариальных контор была организована в режиме дежурных нотариальных контор. На сегодняшний день деятельность нотариальных контор в обычном штатном режиме осуществляется, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Ну да, потому что отказаться от вашей деятельности совершенно невозможно. Насколько я понял, попросту выпасть вам из процесса сейчас никак нельзя. Люди продолжают совершать сделки, покупки, оформлять наследство. Так или иначе вы нужны и уйти никуда не можете. Означает ли это, что надо как-то подготовиться, когда идешь к вам маску приготовить, еще что-то сделать? Или можно как пошли, так и зашли и сделали? Нет, все меры безопасности, безусловно, необходимы. Это и всплывание масочного режима, и термометрия, которая осуществляется в нотариальных конторах. Но хотела бы сказать еще и вот от каких моментов. Для наследников это очень большая и важная тема. Ну а в работе каждого нотариуса эта тема занимает тоже достаточно большую часть работы. И с точки зрения сегодняшней передачи хотелось бы рассказать о важных моментах, которые необходимо знать наследникам, для того, чтобы поход к нотариусу по вопросу оформления наследства был своевременным, правильным. И эти вопросы, которые я сегодня могла бы рассказать и ответить на эти вопросы, будут использованы наследниками. Давайте тогда перейдем. Как сейчас оформляется наследство на данный момент? С точки зрения сегодняшнего времени, конечно, коррективы внесены сложившейся ситуацией в мире. И в сегодняшнем режиме тех ограничительных мер нет возможности свободного передвижения. Если вы являетесь, например, наследником и находитесь на территории другого государства, конечно же, возможности выехать для оформления наследства, принятия наследства у вас сейчас нет. Но вы можете воспользоваться таким вариантом, обратиться в консульство на территории той страны, где вы сейчас находитесь, и оформить заявление о принятии наследства и отправить его нотариусу почтовым отправлением до истечения 6-месячного срока. Если вы находитесь на территории уже Российской Федерации, здесь гораздо проще вариант отправки. Существует тот же вариант обращения к нотариусу в том регионе, где вы находитесь. Нотариус заверит подлинность подписи на заявление, необходимое для принятия наследства, и преобразует его в электронный документ. Удостоверит равнозначность этого документа и отправит нотариусу по месту открытия наследства. Но здесь еще хотела сказать, если вы не выбрали нотариуса, то есть не знаете, где будет еще открыто наследственное дело, попросите нотариуса, он отправит на адрес вашей электронной почты или на съемный носитель. И в этом случае, когда вы придете к выбору нотариальной конторы, куда вы будете обращаться, вы направите это заявление, электронный образ этого документа, нотариусу по месту открытия наследства. Ну и вопрос, который вы все-таки мне задали, что необходимо, необходимо принять наследство. А вот принятие наследства для наследника – это способ подачи заявления, о котором я говорила, заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве наследства до истечения 6-месячного срока. Это очень важно. Просто сейчас разделяемся как бы на три потока. Мы сейчас сказали, что делать людям, которые за границей, что в другом городе делать. То есть, так или иначе, тут в консульство обращаемся, тут мы обращаемся к нотариусу, который нам помогает составить все необходимые бумаги. А если мы находимся в том же городе, то мы просто идем к нотариусу и занимаемся открытием этого самого наследства. Или процедура, как вы сказали, открытия наследства – это является автоматической процедурой в связи с теми или иными обстоятельствами. Но человек скончался, наследство автоматически открылось. Правильно я понимаю? Момент смерти – это как раз тот момент, который является моментом открытия наследства. Вот здесь вы будете определяться следующим образом. Вы вправе открыть наследство у любого нотариуса, выбранном вами. В том варианте, если наследодатель проживал на территории города Омска, вы вправе обратиться к любому нотариусу города Омска. Вот если он проживал в районе Омской области, это будет уже нотариус того района, в котором наследодатель проживал. Это надо ехать в район? Это будет необходимо сделать либо вариантом поездки в район, либо отправкой почтовым, отправлением своего оформленного заявления. Вы оформляете заявление, если вы житель города Омска, вы можете оформить и у нотариуса города Омска заявление. Затем необходимо до истечения 6-месячного срока отправить нотариусу того района, где будет открываться. Вы все время упоминаете о 6-месячном сроке. Да, это очень важно. Что это за срок такой? Что нужно успеть сделать за эти 6 месяцев? И что будет, если какие-то необходимые действия в эти 6 месяцев не уложились? Как-то можно его пролонгировать? Или, что называется, птичка улетела, мы ее не догоним? Нет, можно и нужно сделать следующие, какие-то первые вещи. Это подать заявление до истечения 6-месячного срока о принятии наследства. Это достаточно большой срок. В течение этого срока это заявление должно быть вами подано нотариусу, чтобы нотариус открыл наследственное дело. Все остальные какие-то действия уже со сбором документов можно делать и в течение 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев. Но этот срок является важным моментом для того, чтобы наследник принял наследство. Это срок, указанный в законе. На самом деле, вот я общался с вашими коллегами в рамках передачи «Буква закона». Я так понял, что обращение к нотариусу, оно вообще снимает массу вопросов. И обращаешься, открываешь наследственное дело, и у тебя больше голова ни о чем не болит. Нотариус сам работает, сам собирает все необходимые документы. Ты потом приходишь, необходимый пакет получаешь и спокойненько говоришь спасибо и уходишь. Правильно я понимаю, что так всегда и получается? Или существуют все-таки какие-то нюансы? Очень огромную часть работы проводит нотариус с точки зрения сбора информации. Вы, подав заявление о принятии наследства, должны иметь в виду, что нотариус поможет и многие действия по розыску наследственного имущества, по тем необходимым моментам, которые нотариус обязан сделать. Это различные запросы в отношении недвижимого имущества, в единый государственный реестр. Он это сделает. То, что необходимо вам, вам будет необходимо предъявить документы. Это документ, являющийся документом, подтверждающим смерть наследодателя. Это документ, являющийся в подтверждении оснований места открытия наследства. Документ это либо справка о регистрации с места жительства умершего, либо иногда бывают ситуации, когда невозможно получить такую справку, но умерший проживал. Здесь мы можем говорить и в судебном порядке. И есть документы, которые необходимо принести вам. Это документы родства, документы основания наследования, например, завещания. Здесь необходим подлинный документ. И в том случае, если у вас этого документа нет, необходимо получение дубликата. Это те документы, которые необходимо будет принести. Ну, фактически, мы говорим сейчас о неком базовом пакете документов, который подтверждает, во-первых, смерть человека, а во-вторых, подтверждает ваше родство с ним, условно говоря. А все остальное уже ложится на плечи нотариуса, больше вам заботиться нечем. У нас есть у нас какая-то телезрителя. Здравствуйте, как зовут вас? Сидельниково, Фонская область, Лоптев, Николай Александрович. Николай Александрович, слушаем ваш вопрос, говорите. Проживаю по улице Найдетиково. Значит, у меня было завещание на пай деда, на внучку. Когда дед скончался, в течение шести месяцев пришли к Сидельниковскому нотариусу, документы представили, завещание делал нотариус из Муромцево. А оформлять мы пришли к нотариусу из Сидельниково. Людмила Леонидовна нотариусу. Все посмотрела, говорит, хорошо, через три дня документы оформим. Через три дня приходим, а Росреестр сказал, дед при жизни не получил свидетельства, которое подтверждает, что это его земля. Но дед все эти десять лет налоги платил, через Голубовский сельский совет. Эту землю мы обрабатывали. Николай Александрович, в общем, нет документов, удостоверяющих право на землю, пай на которую вы должны получить, правильно я понимаю? Нет, документы все есть. Мы получили пай, оформили, все, нас зарегистрировали, ежегодно налоги дед платил. Но когда дед умер, в течение шести месяцев мы пришли к нотариусу, нотариус посмотрел, и все. Да, извините, время очень мало. Я говорю о том, что Росреестр надуманно давит цена, чтобы мы пошли в суд, заплатили 20% от своей земли. Николай Александрович, подождите, я так понимаю, вопрос сейчас, в общем-то, не к нашей гостю. Получается, мы говорим о вопросах установки наследства, и как это наследство получить, а вопросы о Росреестре, все-таки не могут входить в компетенцию вашу, правильно я понимаю? Я могу ответить. Пожалуйста, да. Здесь, может быть, какой есть вариант решения вопроса. То есть, не совсем, конечно, понятно было из вопроса, на самом деле, чего не хватает для оформления наследства. Но если право зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, это одна ситуация, нотариусу не нужны ни свидетельства, ни документы правоустанавливающие. В этом случае нотариус запросит выписку из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающего документа. Если регистрация права не состоялась в Едином государственном реестре недвижимости, возможно, в вопросе звучала информация, что отсутствуют сведения, но документ, все-таки основание есть, в этом случае нотариус оформит наследственные права. А вот если все-таки документа, подтверждающего право собственности, который на самом деле является подтверждающим право собственности, нет, то на самом деле придется обращаться в суд и признавать право собственности в порядке наследования. Этого не избежать. Сразу, если уж мы заговорили про это, вопрос от телезрителя. Как понять, кому из двух детей достанется квартира родителей, если нет завещания? Старшему? Нет, дети являются наследниками первой очереди. Достанется квартира в равных долях, если закон не был изменен завещанием, то оба ребенка унаследуют эту квартиру в равных долях. А, то есть по завещанию, в принципе, мы можем кого-то из детей, если они уже совершеннолетние, условно говоря, обидеть и квартиру не оставить, а без завещания они получат равные доли? Следствие в равных долях, совершенно верно. Так, хорошо, у нас есть звонок. Здравствуйте, как зовут вас? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Меня Тоня зовут. Слушай, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня после мамы сберкнижка осталась, и вот на ней 3 тысячи, не такая большая сумма, но мне сказали, что если оформлять все, то выйдет дороже у нотариуса, в чем вообще потом получить эти 3 тысячи. Скажите, пожалуйста, вообще потом куда эти деньги уходят? Какие деньги, простите? Со сберкнижки они к вам достанутся, насколько я знаю? Такая большая сумма, но смысла нет. Хорошо, понятно. Анна Геннадьевна, имеет смысл обращаться к нотариусу, чтобы получить деньги, которые лежат на сберкнижке? Знаете, ну вот отвечу на самый последний вопрос, который телезрительница задала. Куда денутся деньги? Никуда деньги не денутся. Останутся на счете умершего. В том случае, если сумма невелика, но она вам необходима, ведь есть счета, которые подлежат компенсации в силу того, что они были открыты еще в 1991 году. Возможно, остаток 3 тысячи, и еще там, возможно, будет компенсация. Но вопрос, оформлять или не оформлять столь малую сумму, конечно, это ответ у наследника. То есть, расходы будут, но каковы будут в итоге остатки на счетах, здесь трудно сказать. Слушайте, ну насколько я знаю, оформление у нотариуса, по крайней мере, на сегодня, заведомо меньше 3 тысяч на порядок, по-моему, если мне память не изменяет. Конечно, хотелось бы наследнице сохранить всю сумму целиком, но бесплатно оформить, не избежать расходов, конечно, в связи с походом к нотариусу. Это очень отдельный вопрос, возможно, мы даже сделаем его частью нашей передачи. Просто я хочу заранее сказать, друзья мои, нотариусы проводят, как я уже неоднократно отмечал, большую работу. Вот даже касаясь наследства, мы сегодня поговорили, что вы приносите просто документы, которые удостоверяют смерть и удостоверяют ваше расстройство с человеком, а все остальное – это забота нотариуса, он оформляет весь комплекс документов. И за бесплатно ничего, друзья, у нас не бывает, конечно, и я думаю, что бессмысленно отрицать, что каждый человек должен получить вознаграждение за свой труд. Смотрите, какая еще история. Мы говорили о 6-месячном сроке, если люди все-таки прозевали эти 6 месяцев, у них есть возможность как-то все-таки вскочить на подножку уходящего паровоза и получить наследство того человека, на который они претендуют? Да, конечно, здесь есть несколько вариантов решения вопроса. Все-таки, если наследник пропустил 6-месячный срок по уважительным причинам, восстановить пропущенный по уважительным причинам срок для принятия наследства можно в судебном порядке. Для этого необходимо обратиться в суд в течение 6 месяцев с момента, когда причины такого пропуска отпали. Есть решение и без суда. Если у вас достаточно ровные, хорошие отношения с другими наследниками, которые наследство, например, уже приняли, то есть подали заявление о принятии наследства, и в этом случае вы можете обратиться с просьбой к ним о том, чтобы они дали согласие на включение вас в число наследников. Если таковые письменные согласия наследники дадут, вы будете включены в число наследников, и вам не придется обращаться в суд. Это вы про идеальный мир говорите, которым, если бы все так друг к другу хорошо относились, ни суды, ни нотариусы были бы не нужны? Но эти случаи нередки в нашей практике. Да, конечно, это происходит достаточно нередко. Но момент еще один, который нужно знать наследникам. Ведь есть ситуации, когда наследники даже не подозревают, что они наследство приняли. Я вот отдельно хотел об этом поговорить. Просто у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, как зовут вас? Любовь Петровна. Любовь Петровна, слушаем вас. Скажите, а если у меня единственный сын, мне нужно оформлять наследство на него? Завещание? Завещание, наверное? Да, завещание. Нет, в том случае, если ваш сын, ваш единственный наследник, и у вас нет, например, супруга в живых или родителей, вам не нужно оформлять завещание в этом случае. Ваш сын будет вашим наследником по закону, и ему будет достаточно представить нотариусу впоследствии свидетельство о рождении. Спасибо большое. Есть просто такое понятие, Ольга Владимировна Фрик на прошлой передаче объясняла, что первая линия, вторая, третья. Надо просто посмотреть список людей, которые входят в каждую из линий, посмотреть, есть ли они у вас сейчас живые. Хотя, в принципе, я так понял, что лучше всегда написать бумагу. Это не так уж и сложно на самом деле. Итак, мы вернемся к теме, что делать, если человек, в общем-то, не в курсе был о том, что он вступает в права наследования. Вообще, как это может в ситуации возникнуть, и что в этой ситуации делать? Ведь человек не знает, что он оказывается в этой ситуации. Вот как раз о тех наследниках, которые совместно зарегистрированы, проживают, наследник и наследодатель совместно на день смерти. Вот для тех наследников не существует такого понятия, как пропуск шестимесячного срока. Через многое количество лет они могут обратиться к нотариусу, у нас нередки такие обращения. И в этом случае мы не отправим их в суд. Нам будет достаточно документа, подтверждающего совместную регистрацию наследника и наследодателя. И мы примем заявление о принятии наследства и откроем наследственное дело даже по истечении шестимесячного срока. Это называется фактическое принятие наследства. И фактически принятием наследства может быть даже следующее действие. Это оплата наследникам коммунальных услуг за имущество наследодателя, например, за квартиру. То есть он может быть даже там не зарегистрирован? Он может оплатить коммунальные услуги. Вот здесь, конечно, сложнее с тем, как это доказать, именно нотариусу квитанции принести. Но, тем не менее, этот вариант тоже возможен, и он тоже называется фактическим принятием наследства. Ох, очень важный момент. Если человек, как вы говорите, фактически вступил в наследство, а потом появился человек, который тоже хочет вступить в это наследство, это уже вопрос судебных тяжб вступления в наследство? Или все-таки на каком-то этапе это можно через нотариуса решить? Если мы говорим о наследниках одной очереди, при открытии наследственного дела мы выясняем круг наследников. То есть мы при обращении, например, первого наследника уточняем у него, кроме него, кто еще является наследником. И он должен назвать, перечислить всех имеющихся наследников. Бывают ситуации, когда в первом случае не названы все, появляется второй наследник, которого, например, нет в заявлении. И если шесть месяцев не истекло, здесь не нужно судебного какого-то решения. Вот если прошло шесть месяцев, значит, и, например, этот наследник не объявлялся, не заявлял о своих правах. В том случае, когда уже нотариус окончил наследственное дело, выдача свидетельства о праве наследства, вопросы будут решаться в судебном порядке этим наследникам. А человек обязан называть всех тех, кого он знает? Он, конечно, обязан. То есть он висит ответственность за это? Кого он знает, он обязан назвать. Хорошо. А если человек фактически вступает в права наследования, но не открывает дело у нотариуса, а какой-то родственник, тоже равный с ним по значению, открывает эти права наследования, то тут как получается? Наследство достанется тому, кто открыл дело? А вот все можно увидеть как раз, ведь фактическое принятие зачастую это тот вариант, совместная регистрация наследодателя и наследника. И вот в том документе, который является документом, подтверждающим место открытия наследства, мы видим перечень фактически зарегистрированных наследников. И достаточно сложно говорить о том, что мы бы его не увидели. Мы обратим на него внимание обязательно. То есть в любом случае, называется или нет, вы будете знать о том, кто имеет право на это расследование? Конечно, мы спросим. А вы должны оповещать этих людей о том, что такое дело появилось о наследовании? Да, мы извещаем наследников об открытии наследственного дела, разъясняем порядок оформления наследства, необходимость представления документов, сроки выдачи дамы по наследственному делу. Обязательно отправим всем наследникам, о которых мы знаем, о которых сообщил наследник информационные письма. Но вы не обязаны заставлять их предпринимать какие-то действия. Человек может просто отмолчаться и не явиться, и не захотеть заниматься этим делом. Это уже не ваша забота. Могут быть и такие ситуации. Но извещать наследника мы будем. И более того, извещение говорит о том, что он должным образом извещен, и выдача наследства состоится, даже без его прихода в нотариальную контору. У меня тут есть несколько интересных вопросов от телезрителей, но я хотел бы немножко тему подзакрыть с наследством. Если нигде не проживал и нигде не был прописан человек, то как с его наследством в данном случае обойтись? Здесь решением вопроса может быть следующий порядок. В том случае, если наследник, например, не был зарегистрирован. Такие ситуации бывают. Человек живет и постоянно проживает на территории, например, нашего города, без регистрации по месту жительства. В этом случае вы сможете открыть наследственное дело в городе Омске, но вам необходимо будет обратиться в суд и в судебном порядке доказать, что умерший проживал на день смерти постоянно по такому-то адресу. Решение суда будет являться документом, подтверждающим место открытия наследства. То есть человек доказывает это в суде, а с решением суда уже к вам, и тогда вступает в наследство. Пенсионные накопления кому должны перейти по наследству, если завещания нет? По линиям также будет распределяться? Если мы говорим о пенсионере, который получал пенсию, пенсия входит в состав наследства, в состав наследства входит имущество, имущественные права и обязанности. Пенсия является довольно частым видом наследственного имущества, недополучить право на получение. И это будет в общем порядке наследоваться наследниками, как вид имущества. Еще вопрос такой, правда ли, что вместе с наследством человек получает и все долги ушедшего от нас человека? И что с этим делать в данном случае? Да, совершенно правильно. С точки зрения того, что я только что сейчас начинала затрагивать тему, что входит в состав наследственной массы, в состав наследственной массы входит имущество, имущественные права и обязанности, долги наследателя, конечно, тоже будут входить в состав наследства. Здесь наследникам нужно иметь в виду следующее. В том случае, если размер наследственной массы, приведем пример, 1 миллион рублей, а долгов у наследодателя 3 миллиона рублей, в этом случае, конечно, наследник будет отвечать стоимостью в 1 миллион рублей. Вариант, когда долги превышают наследство. Наследнику, наверное, стоит подумать, принимать наследство или отказываться от него. И в том случае, если его беспокоят долги наследодателя, он вправе подать заявление об отказе и не отвечать по долгам. Ну, если речь идет о чистом материализме, то, наверное, в этом случае не имеет смысла. Только в том случае, если какая-то дорогая сердцу вещь оказывается в наследовании, может быть, за нее имеет смысл расплачиваться. В любом случае, человек должен сделать этот выбор самостоятельно. И главное, да, вот этот момент очень интересный. То есть сумма долгов не может превышать сумму полученного по завещанию или по наследству имущества. Да, в рамках наследственного имущества будет отвечать наследник по долгам наследодателя. А своим имуществом он отвечать не будет точно. А что делать, если нет желания принимать это наследство? Нужно какие-то формальные действия совершить? Ну, в этом случае, если наследство не нужно, подается заявление об отказе от наследства. Здесь тоже есть правило. Правило 6-месячного срока, о котором мы говорили при принятии наследства. То есть отказаться от наследства можно с указанием лиц, в чью пользу вы хотите отказаться, из числа наследников. То есть не в пользу любых лиц, а из числа наследников. Либо вы можете отказаться без указания, в чью пользу отказываетесь. Так вот, направленный отказ, отказ в чью-то пользу вы должны совершить до стечения 6-месячного срока. У меня в голове небольшая каша, сейчас ее попробуем структурировать. Смотрите, если человек не пошел к нотариусу, фактически не вступил в права наследования, и прошли 6 месяцев, то он как бы и фактически и отказался, получается, от наследства. Совершенно верно. То есть и никаких действий совершать надо? Здесь нет. Просто отмолчаться надо? Ну, не совсем так. Если он заявлен в числе наследников, то есть его бы хотели мнение знать. И мы говорим здесь не об отказе от наследства, а говорим о том, что человек своим заявлением может подтвердить, что он наследство не принял, принимать не желает. Он может подавать такое заявление. Оно не всегда нужно нотариусу. Но бывают случаи, когда это необходимо. Давайте еще с озарителем пообщаемся. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте. Меня зовут Елена. Елена, слушаем вас. Дело в том, что у меня мама умерла в 17-м году. Я вовремя не успела восстановить свои права. И по восстановлению суд я проиграла. Вот скажите, сейчас я могу еще принять наследство? А можно уточняющий вопрос? Вы сказали, что вы проиграли суд по восстановлению срока. Вы, значит, обращались уже в суд? Да, обращалась в суд. Суд вынес решение по этому вопросу? Да, вынес решение. Он отказал вам в восстановлении срока? Отказал. Но это существует один из вариантов иска, когда вы восстанавливаете пропущенный по уважительным причинам срок. Возможно, причины пропуска вашего срока не были столь уважительными, и суд вынес отрицательное решение. Но, может быть, есть решение такого направления. Если вы совершили, вот как я уже говорила, если вы слушали передачу, действия фактического принятия, можно попытаться обратиться в суд по вопросу установления факта принятия наследства и доказать, что вы какие-то взяли вещи на память. Может быть, вы взяли фотографии. Может быть, вы взяли какие-то вещи, принадлежащие наследателю личные. Если у вас есть вот такие доказательства, можно попытаться решить вопрос о фактическом принятии наследства. Понятно. То есть уже нельзя вступить в наследство, но можно попробовать по второму пути пойти. Спасибо большое. Как быть, если дарственная на меня, на сына, но есть еще сводная сестра, она может вступить в наследство отца? Речь о квартире идет. Ну, если уже в вопросе прозвучал договор дарения, и квартира не принадлежит наследодателю, то здесь мы не можем говорить об имуществе умершего. То есть здесь при жизни собственник распорядился в виде договора дарения. Ох, договор дарения, это, мне кажется, отдельная тема. У меня прямо руки чешутся пообщаться, потому что я когда заглянул, сколько здесь вопросов связано, и как дарить, и что с этим делать, это отдельная история. Я думаю, что мы этому отдельную передачу и, собственно говоря, посвятим. Смотрите, мы поговорили о том, как вступить в право наследования, поговорили о том, что делать с долгами, если таковые появились. Что у нас остается? Мы последним номером программы, может быть, оставим на закуску. Времени, к сожалению, очень мало. Все ли вопросы можно решить через нотариуса или, когда возникают имущественные споры и наследство не может быть поделено, как вы говорили, в добровольном порядке, решение разделить наследство принимает нотариус или все-таки людям придется идти в суд и там все доказывать, и там решать последние, что называется, все точки надыра ставлять? Вот в том случае, если мы говорим о том, что наследники вовремя обратились, имеются все необходимые документы для выдачи свидетельства о праве на наследство, ничего не утеряно безвозвратно, а если утеряно, то восстановлено в виде дубликатов, необходимости обращения в суд нет. То есть вы все сами это сделаете и решите? Все вопросы по оформлению наследственных прав наследника в рамках наследственного дела. Закончим наследственное дело выдачи свидетельства о праве на наследство и более того, у нас есть обязанность, очень важная и удобная для наследника. Я это и хотел, собственно говоря, услышать, друзья мои, если вы хотите решить какие-то вопросы юридические за сравнительно малый срок и невеликие финансы, обращайтесь к нотариусам, они вам всегда поможут в оформлении ваших документов. Помните о том, что вы сами в ответственности за то, как вы распоряжаетесь своей юридической судьбой, но помните, что есть люди, которые готовы вам это сделать. Буква закона вам, кстати, в этом помогает. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Ответили на наши вопросы. Всего доброго. Берегите себя. Не нарушайте законы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин